Здравствуйте! Это спецвыпуск программы «Лицом к лицу». Меня зовут Варвара Миронкова. 4 года назад, 17 июля 2014 года, пророссийские террористы сбили над оккупированной территорией Донецкой области малазийский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. 298 человек, находившихся на борту, не вернулись домой. В эти дни мне удалось встретиться с родственниками погибших. Это история Робби Уллерса, двоюродного брата Дэйзи Уллерс, которая погибла в катастрофе MH17 вместе со своим парнем Брайсом Фредриксом. Меня зовут Робби Уллерс. Я двоюродный брат Дэйзи Уллерс. Она погибла в катастрофе MH17 вместе со своим парнем Брайсом Фредриксом. Они направлялись на Бали, на каникулы. Мама Дэйзи умерла в апреле того года. Им нужно было немного развеяться и отдохнуть. Отца в ее жизни никогда не было. Ее вырастила бабушка, так что фактически у нее были только бабушка, тетя и семья Фредрикса. Она жила в их доме. Последний раз, когда я видел Дэйзи, она была еще ребенком. Я поддерживал контакт с ее матерью. Позже она появлялась на семейных вечерах, но я таки обычно пропускал. Очень много работы. Причиной, по которой я поехал на место падения самолета, была в том, что тетя Дэйзи, Паула, с которой я поддерживал постоянный контакт, после крушения MH17, сказала мне, я просто не могу поверить, что они до сих пор не нашли Дэйзи. Вся семья хотела знать, где же Дэйзи и Брайс. Неужели их останки до сих пор лежат где-то в поле? Это было очень неприятно, жуткая мысль. Иногда в голову приходило, а что если они выжили? Нам было необходимо выяснить, что с ними случилось. Итак, Паула спросила меня, что я об этом думаю. Я ответил, думаю, надо ехать туда. Паула сказала, что хорошая идея. Сначала со мной хотели поехать еще два члена семьи. Но они уже были не молоды, а речь шла о поездке в военную зону. Я немного побаивался, что если мы приедем туда, случится что-то непредвиденное и придется бежать, а они не смогут этого сделать. Так что семья уговорила их не ехать. Было решено, что поеду я один. Они идентифицировали останки Дэйзи, когда я туда приехал. Возможно, совпадение, а может и нет. Они нашли часть ее бедра, и больше ничего. И это очень улетает. Потому что, когда на месте крушения видишь эту траву, вырванную и сметенную обломками, и среди этой травы видишь человеческие останки. Между прочим, часть этих останков до сих пор там лежит. Конечно, в таких условиях кого-то не удастся опознать. Когда приходится собирать человеческие останки на площади в 40, 50 или 60 квадратных километров, это очень сложно сделать. Вот как все было. Сначала я узнал об этом крушении, а через три месяца решил, что должен ехать туда. Я позвонил в телекомпанию, чтобы получить контактные номера людей, которые были в той зоне. Контакты журналистов. Потому что они могли бы мне предоставить какую-то информацию. И мне дали эти телефонные номера, но сказали, что я, наверное, сошел с ума, потому что добраться туда было практически невозможно. Поезда туда не ходили. Место располагалось в пяти сотнях километров от украинского города Днепропетровск. Нужно было ехать в зону военных действий через блокпосты. Я ответил, что мне все равно. Главное, дайте мне контактные номера. И мне их дали. Три номера. Один из них работал. Женщина на том конце провода сказала, она из ДНР. И может помочь мне добраться в Донецк. Нужно, чтобы я прилетел в Москву, оттуда в Ростов, и там они меня заберут. У меня не было визы, но она уверяла, это не проблема. И меня там так. Я понял, что они между собой контактируют. Я подумал об этом еще немного. Набрал ту женщину снова и сказал, что не полечу в Ростов через Москву, а лучше сяду на самолет в Киев и оттуда уже доберусь до места. Она ответила, хорошо, когда будете на месте, дайте знать. Я вас встречу и помогу вам в ваших поисках. Потом я позвонил голландскому журналисту, который в тот момент был в Донецке и сказал, что скоро буду. На что он мне ответил, что я сошел с ума. Потом, когда я добрался до Киева, я отправил ему сообщение, я в Киеве. И он ответил, далеко ты не доедешь. Позже я написал ему уже из отеля в Днепропетровске, попросил номер такси. На следующее утро я поехал в Донецк. Там я встретил журналистов и попросил их поехать со мной. Нужно было мыслить стратегически. Я не журналист, у меня не было документов, позволяющих проехать, и мне нужно было как-то объясняться с военными. Несмотря на то, что та женщина из ДНР сказала, что у меня не будет проблем, и я могу ехать, куда мне нужно, я все же решил перестраховаться и привести с собой людей с камерами. Потому что, если уж со мной что-то случится, по крайней мере, это запишут. Я поехал к месту, где упала кабина пилотов. Вокруг было разбросано множество вещей. Это было то самое поле подсолнухов, только цветы уже не были красивыми, выглядели холодными и почерневшими. Мы осмотрелись и уехали. На следующее утро в понедельник я решил поехать туда снова. В момент, когда я договаривался о совместной поездке с журналистами Reuters, на соседнюю железнодорожную станцию прилетела бомба, и стекла в нашем здании начали вибрировать. Мы побежали в холл, мне дали бронежилет, и тогда я подумал, что, возможно, пора уезжать домой. Место крушения самолета было ужасным. В моем фильме видно, как мои глаза постепенно наливаются кровью. Все больше и больше от гнева. Потому что в то, что случилось, поверить невозможно. И еще больше гнев вызывают солдаты, пьющие водку. Конечно, это только моя теория, но я думаю, что она правильная. Они не хотели выглядеть плохими парнями. Если бы они встретили родственника жертвы трагедии, то за руку повели бы его к месту крушения и стали бы рассказывать. Вот, мол, мы готовы вам всем помочь. Самолет не мы сбили, а они. И это бы хорошо выглядело в телевизоре. Насколько я знаю, война продолжается, которая началась с Крыма и продолжилась в Донецке. Это война, которая базируется на глупости. Боевики воюют только ради того, чтобы иметь возможность называться президентами и министрами, в то время как в мирной жизни были таксистами. Так что это очень оппортунистическая война. Даже если она закончится и боевики получат свой клочок земли, Россия не будет вкладывать деньги в Донецк. У них нет ничего, что могло бы заинтересовать Россию с экономической точки зрения. Это просто стратегически важное место и для Европы, и для России. Так что я думаю, это самая глупая война из тех, что были в мире. Конечно, это ошибка, я думаю. Они тоже были крайне удивлены, когда оказалось, что они сбили гражданский самолет. Это была ошибка. Огромная ошибка. В военное время ошибки случаются, особенно когда профессиональной армии российской приходится работать с фермерами. Когда работаешь с фермерами, я ничего не имею против фермеров, я люблю молоко и яйца. Некоторые люди там просто не могут выполнять военные задачи. И, конечно, они ошибаются. Когда я в одном здании получал бумаги, по которым можно заехать в Донецк и Торрес, то ко мне подошел один солдат. Я был один, только с переводчиком. Солдат спросил меня, не хочу ли я пострелять для развлечения. Молодой пацан, 21 год где-то, выглядел, как любой другой парень на улице. Я спросил, для чего ты мне предлагаешь пострелять? Он отвечает, потому что это прикольно. Вот и все. Если солдат задает такие вопросы, это очень непрофессионально. Да, это была ошибка. Они в панике искали, куда перебросить бук. Много ругались. Очевидно, что это не было спланировано. Они знали, что иногда над ними пролетают самолеты украинских вооруженных сил и даже несколько сбили за пару месяцев до того. Но они хотели более тяжелое вооружение, чтобы можно было сбивать тех, кто летает выше. Они просто отреагировали, это была ошибка. Сейчас они не хотят это признавать. Это очень по-военному все отрицать. Ошибка — это слабость, а они не хотят выглядеть слабыми. Работа следователей была опасной из-за обстрелов. Когда я был первый раз на месте крушения, думал, что нашел чемодан Дэйзи, впоследствии выяснилось, что это был не ее чемодан, просто такого же цвета. Я стоял у обломков самолета, и там увидел что-то вроде кратера. То есть работать в том месте, вести поиски было опасно и для меня, и для официальных лиц, потому что территория простреливалась. И в обломках самолета тоже были дыры от пуль. Боевики просто хотели показать, что это их территория, она простреливается, и они там главные, а не Украина или Европа. И делали все возможное, чтобы мы держались от этой территории подальше. Но со мной это не сработало. Интересно, что в некоторых частях самолета было большее количество пробоин. Они объясняли, мол, Боинг сбил другой самолет. Я стал задумываться о происхождении пробоин и понял, что это все же не пулевые отверстия, это от взрыва. Я бывший военный, я знаю, на что похожи пулевые отверстия, как выглядит поражение от гранат или от шрапнелей. На обломках самолета было множество пробоин, но было очевидно, что взрыв произошел возле кабины пилотов. Это было понятно с первого взгляда, что бы они там ни утверждали. Это как с маленькими детьми, когда у тебя двое детей, и внезапно исчезает все печенье. Его съел один из детей, а второй не трогал. И вот тот, кто съел печенье, начинает показывать пальцем на второго. именно так это и выглядело для меня. Еще одна причина, по которой я это сделал, это продемонстрировать, что все, что вы говорите, неправда. И я не прекращу им на это указывать. Возможно, это не будет иметь никакого эффекта, но я все же верю, что если никто не будет об этом говорить, если все будут молчать, то пускай я буду тем парнем, который выскажет все. Я не против. Я хочу, чтобы однажды те, кто это сделал, сидя за праздничным обеденным столом и любуясь на своих детей. Я хочу, чтобы они поняли, сколько боли они причинили. Я хочу, чтобы они прекратили быть трусами. Потому что, да, все ошибаются. Но если у вас не хватает мужества признать свою ошибку, и вы прячетесь за спиной у большого папы, значит, вы трусы. И это можно изменить, только признав свою вину. Это очень поможет семьям пострадавших, если это когда-нибудь случится. Даже если заговорит лишь кто-то один из виновных. Это была история Робби Уллерса. Его двоюродная сестра погибла в сбитом террористами Боинги малайзийских авиалиний. Вы смотрели спецвыпуск программы «Лицом к лицу». Меня зовут Варвара Миронкова.